Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами разберем, что такое небесбеккера. Это, соответственно, порог развития эпителиальной ткани, то есть поверхностного самого слоя кожи в виде гиперпигментированной, то есть усиленной пигментации, грубо говоря, более темная она образование, а именно бляшка с бородавчатой поверхностью. Проявляется обычно в подростковом возрасте как единичное такое достаточно темное или коричневое пятно. Чаще всего оно располагается на плече и постепенно обрастает такими более толстыми темными волосами, чем волосы на окружающей коже пациента. Это достаточно распространенное заболевание, которое встречается наиболее часто у мужчин. Начинается оно в среднем до 10 лет в 25% случаев, либо после 10-15 лет. Обычно внутри подобного новообразования отсутствуют невусные клетки, поэтому оно не вырабатывает, скажем так, пигмент очень сильно, как, например, при обычных родинках. В среднем мужчины болеют порядка в 5-6 раз чаще нежели, чем женщины. Отмечаются редкие семейные случаи, однако четкого семейного предрасположения все-таки у подобного невуса-беккера нет. Как правило, на коже появляется единичная бляшка с неровной слегка бородавчатой поверхностью и и достаточно большая по площади высыпаний. Средняя площадь высыпаний при невусе-беккера колеблется от 120 до 140 сантиметров квадратных. То есть это достаточно большая бляшка. Цвета она от светло-желтого, желто-коричневого до коричневого. Как правило, окраска невуса-беккера в разных его локализациях неравномерна и даже неравномерна в пределах одного и того же бляшки. Если мы ощупываем подобный невус, то все-таки, как правило, мы видим несколько более усиленную плотность и утолщение в невусе-беккера по сравнению с окружающей кожей. Это утолщение более хорошо заметно при боковом освещении. Как правило, бляшка располагается по линиям сгибания кожи, так называемым линиям лангера. Как правило, больше чем половина, во всяком случае, на бляшке растут достаточно сильные терминальные волосы, более утолщенные, чем волосы окружающие нормальной кожи. Поражение внутренних органов, как правило, не встречается. Иногда наблюдается укорочение конечности, которая непосредственно находится невус-беккера, но это крайне редкая патология, когда еще и сочетается с невус-беккера непосредственно с укорочением конечности. Высыпания действительно очень похожи на врожденные невоклеточные невусы, то есть обычные родинки, но обширные достаточно. Однако они не являются невусными, поэтому риска переврождения их в меланому практически нет. Иногда требуется биопсия, то есть гистологическое исследование и удаление части маленького кусочка невуса для установления более точного диагноза. Иногда окраска в первые годы после появления может усиливаться, усиливаться в более темную сторону, а затем светлеть. Однако наиболее часто все-таки такого не происходит. Окраска стоит с момента появления невуса на одном и том же месте. Что касается лечения невуса-беккера, то оно не требуется, потому что не отмечается, во-первых, усиление частоты опухолей как доброкачественных, так и злокачественных в области невуса-беккера, во-вторых, он, как правило, достаточно объемный по объему кожи, как я сказал, 120-140 см квадратных и поэтому удалить его без появления обширных рубцов практически невозможно. Поэтому требуется просто наблюдение подобного невуса и при появлении каких-то подозрительных новообразований, конечно, осмотр дерматолога и дерматонколога. При необходимости диагностики и лечения кожных болезней вы можете обратиться к дерматологам нашего медицинского центра Платно КВД в Москве. У нас принимают грамотные дерматологи, которые занимаются диагностикой и лечением кожных болезней. Ждем вас в нашей клинике, также подписывайтесь на шкаф на YouTube и на шкаф в Instagram. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok